Перевод. Более того, покинув всех своих близких, царь предался сыну Вьясы, Шукадеви Госвами, став его учеником, и так получил возможность постичь истинное положение Личности Бога. Комментарий Шилы Прабхупады. Однако, по милости такого духовного учителя, как Шукадева Госвами, которому царь предался как смиреннейший ученик, можно понять истинное положение Господа, его вечную обитель и его трансцендентное окружение в этой обители. Обретет способность видеть парам, то есть высшую природу вещей. Из Бхагавадгиты мы узнаем, что природу энергии, стоящей выше материальной энергии... Из Бхагавадгиты мы узнаем природу энергии, стоящей выше материальной энергии. И по милости истинного духовного учителя, подобного Шукадеви Госвами, вполне возможно узнать все о высшей энергии Господа, с помощью которой он проявляет свое вечное имя, качество, игры, атрибуты и многообразие. Не постигнув до конца эту высшую, или, иначе говоря, вечную энергию Господа, невозможно порвать с материальной энергии, сколько бы человек ни занимался спекулятивными рассуждениями об истинной природе, абсолютно истинной. По милости Господа Кришны, Махараджа Парикшит смог получить милость такой личности, как Шукадева Госвами, и обрел способность постичь истинное положение непобедимого Господа. Постичь Господа через ведические писания очень трудно, но по милости такого освобожденного преданного, как Шукадева Госвами, это очень легко сделать. О, Магьяна Тимирандася, Гьянанджана Шалакая, Чакшурун Милитамина, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобиштам, Стапитамы Набутали, Свая Мурупа Кадамахям, Дадати Свападантикам, Ванчакалпатарубьяшча, Крипасингупья Эвача, Патита Нам Павани Бхё, Вайшнави Бхё, Наму Намаха, Чай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Чая Двайтага Дхара Шри Васади Гаура Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, 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 Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Намаум, Вишну, падая, Кришна, Прqu silence�, Патали, Шматье, Прагчивиндантас Свамини Нитянамине. Намасте, Сарасвати Деви, Гаура вами Прочарини, Нирвишешешешешешешешеше, Неваде Пащцияте-дешешешешеше. Более того, покинув всех своих близких, царь предался сыну Вьясы, Шукадеви Госвами, став его учеников. И так получил возможность постичь истинное положение Личности Бога. Новая глава. Сын Брахмана проклинает Парикшита. До этого мы читали главу, которая называлась «Наказание и помилование Кали», когда Парикшит уже вступил во власть и увидел проявления Кали-юги негативные, попытался их локализовать в своем царстве. И теперь наступает другой этап. То есть до этого мы читали о периоде, когда Махараджа Парикшита был в рассвете своих сил, на вершине своей славы и влияния. А теперь наступает другой этап его жизни, когда он внезапно все теряет. Так все устроено в материальной жизни. Мы выныриваем из небытия, растем, обретаем какую-то квалификацию, достигаем какого-то пика, вершины своего успеха. Потом неизбежно наступает тенденция, когда мы опять уходим на некоторое время в небытие, каждый при своих обстоятельствах. И вот тут описываются обстоятельства, при которых Махараджа Парикшит исчез из внешнего видения, из внешнего окружения. Он достиг освобождения, кто-то не достигает, потом опять выныривает в другом теле, в другом месте и опять то же самое. Пока живое существо не обретает эту стабильную, надежную, эмоциональную связь с Кришной, любовь к Кришне. И здесь интересные даются описания. Двенадцатая глава этой же первой песни называлась «Рождение Махараджи Парикшита». И там описывалось, как Господь Кришна защитил его при рождении, потому что Парикшиту угрожала смертельная опасность. Брахмастра Ашватхамы огненное оружие ставило свои цели испепелить этот плод, потому что Ашватхама хотел положить конец династии пандовов. Месть так проявилась у него, потому что был убит его отец Дроначарья. Ну, в общем, много всего было. Также он был слугой Дурьодханы и хотел так услужить своему господину, убив всех сыновей пандовов. И потом хотел убить их единственного наследника, Парикшита. И там было описано, как Кришна защитил его. Самое начало жизни, как он защитил его, он вошел в чрево Уттары. Поэтому одно из его имен, Кришна, Уттарайна. А Парикшита называют Вишнурата, тот, кого Вишну защитил. И, казалось бы, такое хорошее начало, при таких ужасных обстоятельствах Господь вмешался, защитил его. И также мы знаем концовку, что в конце жизни Кришна опять его защитил, послав ему духовного учителя высочайшего уровня, Ваясаки, сын Вьясы, или Шкодева Госвами. И возникает закономерный вопрос. Если Кришна защитил Парикшита в начале и в конце, почему не защитил в середине? Почему не защитил вот этого проклятия Брахмана? А то, что проклятие Брахмана будет, об этом говорилось давно. Если мы откроем тоже 12 главу, 27 стихе 12 главы, что тут говорилось. Услышав о том, что ему суждено, суждено умереть от укуса летучего змея, посланного сыном Брахмана, он освободится от всех материальных привязанностей и предастся личности Бога, найдя в нем свое прибежище. Когда Махараджа Парикшит только родился, Юдхиштхира пригласил опытных астрологов, чтобы они дали свои прогнозы по поводу жизни этого царя, какие у него будут качества и так далее. И все прогнозы были блистательными. Идеальная личность со всех сторон. Одна черевоточная. На роду у него было написано «Смерть от проклятия Брахмана». Это был известный момент рождения. И поэтому, отвечая на вопрос, почему Кришна защитил Парикшита в начале и в конце, но не защитил его в середине, скажем так, от этого обстоятельства проклятия Брахмана, ответ один, потому что это тоже план Господа. Это тоже план Господа. Судьба Адаева – это Он Сам. То есть, трудно сказать, что делал Парикшит в своей прошлой жизни, как он себе заработал эту Брахмашапу, то есть проклятие Брахмана. Так или иначе, это было у него на роду написано. И об этом предупредили с самого начала. Все было ясно. Поэтому, хотя и говорится о том, что Кришна может полностью изменить нашу карму, он может изменить никаких сомнений. Как правило, он этого не делает. Потому что карма – это же то, что закреплено его собственным законом. Не нужно воспринимать карму, как что-то противоположное к Кришне. Есть хороший Кришна, есть какая-то там плохая карма. Нет. Карма – это закон, установленный Кришной. И все, что мы заработали по этому закону, мы получаем. Иногда мы так самонадеянно говорим. А, все, сейчас Кришна изменит мою судьбу. Почему это в случае с Махараджи Парикшитом? Он не изменил его судьбу. Мы более возвышенные, чем Махараджи Парикшит или что. То есть совершенно очевидно, что мы можем сколько угодно молиться за какую-то там великую душу, духовный учитель, саньяся, кто-то еще, кто сильно заболел. Иногда это помогает, чаще нет. Почему? Потому что у Кришны свой план. И поэтому не нужно думать, что материальная энергия, карма, все, что с ней связано, это что-то такое, прямо полностью антагонистичное Кришне. А вот Кришна и мы с Ним такие вот замечательные, а материальная природа – это ужасно. Нет, это все нужно воспринимать в целом, как единую картину. И материальная природа играет очень важную роль, особенно для нас в материальном мире, потому что у нее есть своя функция, она не случайно как-то тут появилась. То есть это одна из его шакти, энергий, прокрити, которая с одной стороны держит нас в мае, в иллюзии, но не потому что она такая плохая, а потому что мы этого заслуживаем, мы этого хотели. Энергии Кришны, Кришны служат Кришне, понимаете? Это не то, что одна из его энергий сошла с ума, сорвалась с цепи и стала делать что-то вообще совершенно свое, независимое, да? И Кришна бедная уже там, который год ее ловит, всю эту маю там, и мы от нее спасаемся. Кришна, Кришна, защити нас от мая, это такая мая, полностью бесконтрольная энергия. Как это бесконтрольная? Она полностью ему подчиняется, полностью ему подчиняется, и поэтому через материальную энергию также проявляется его воля. И не стоит противопоставлять материю, карму и Кришну. Это одна система, это все его шакти, которая служит ему. Другое дело, что мы не всегда это правильно понимаем, потому что мая косвенно служит ему, не прямо, а косвенно, создавая определенные сложности, иногда выступая катализатором чего-то и так далее. Но все это работает, в конце концов, на высшую цель, на то, чтобы привести живое существо в сферу внутренней энергии. А внутренняя энергия и внешняя энергия – это не какие-то разные вещи. Иногда мы чисто философски говорим, это внутренняя энергия, это внешняя, но по сути дела это одна и та же энергия. Просто в разных обстоятельствах. Как в одном комментарии Шилы Пропадок, девятая песня Бхагава, там когда коротко излагается история Рамачандры, о том, как Равана похитил Ситу, и Рама обратно ее освобождал. Там в одном комментарии Шилы Пропадок очень хорошо пишет, что Сита или Лакшми Деви – это внутренняя энергия Верховного Господа. Но если какое-то живое существо, такое как Равана, демон, посягает на нее, она мгновенно превращается во внешнюю энергию. То есть Равана не мог коснуться настоящей Ситы, потому что Сита – это Лакшми, это Радхарани в высшем аспекте, это внутренняя энергия, демон не может ее коснуться. Но поскольку она имела облик привлекательной женщины, то ему хотелось это сделать, и он ее схватил. Но говорится, что когда он схватил эту Ситу, то он схватил Майя Ситу. То есть в это мгновение настоящая Сита превратилась в Майя Ситу, в ложную Ситу. А настоящая Сита просто исчезла из глаз Раваны. И поэтому, там он объясняет, Парабхадов, в комментарии, что Лакшми, или внутренняя энергия, она мгновенно превращается в дургу, как только мы пытаемся похитить ее у Рамы. И это он приводит на одном простом примере. Лакшми в этом материальном мире выполняет функцию денег, богини удачи. Это энергия наслаждения. Или как только веет деньги, сразу же думает про наслаждение. Правильно? Куда я это потрачу, как я буду наслаждаться, все, мгновенно. Они не знают таких слов, что это энергия наслаждения. Но как только они веют деньги, они тут же думают про наслаждение. Потому что это энергия наслаждения. И вот когда живые существа, может быть, мы не такие великие демоны, как Рава, нам до него, так сказать, еще расти, а он ачария среди демонов, можно сказать, но если мы занимаемся тем же самым, чем он, он похитил ситу у Рамы, мы берем энергию Кришны, Лакшми, в виде денег и тратим ее на себя, правильно, наслаждение. И что происходит? Лакшми тут же превращается в дургу. Как это происходит? Сразу создаются проблемы, потому что дурга означает тюрьма, это место, где мы лишаемся свободы, потому что когда мы тратим деньги на какие-то чисто эгоистические внешние вещи, не связанные с Кришной, кажется, что это приносит нам какое-то время наслаждение, через какое-то время мы видим, что мы оказались в тюрьме на самом деле. То есть это Лакшми, превращаясь в дургу, порабощает нас, ограничивает наши возможности. Более того, даже если этого мы не видим, то все, что мы потратили из внутренней энергии Бога на какие-то внешние вещи, является залогом продолжения нашей кармы. Мы получаем следующее заключение. Даже если оно не побило нас сильно в этом мире, ничего, у дурги мы оказались в тюрьме. То есть это означает, что живое существо продолжает свое материальное существование, то есть в состоянии заключения. Но под влиянием иллюзии живое существо, находясь в тюрьме, думает, что все хорошо, потому что тюрьма может быть вполне комфортной. Говорят в некоторых европейских странах такие тюрьмы, что там некоторые бомжи туда стремятся попасть. Уже там и кормят, кровать, телевизор, компьютер, интернет вообще. А так он где-то там на улице холодный-голодный, а так он что-нибудь пошел, в магазин украл, и раз в тюрьму посадили, он там отдыхает вообще, класс. Там условия лучше, чем на воле в некоторых местах. Ну какие-то там развитые страны, типа там Норвегия, Дания, эти преуспевающие скандинавские страны. Там такие тюрьмы. Поэтому для многих там тюрьма – это просто вожделенное место для бродяг некоторых, которые иначе устроиться никак не могут. Вот поэтому под влиянием иллюзии живое существо находится в тюрьме, но не понимает этого. Только когда это уже не просто тюрьма, а какая-то зона с особыми условиями, для особо отличившихся, тогда они начинают уже чувствовать, да, что-то некомфортно здесь. И тогда начинаются какие-то идеи по освобождению. Итак, Кришна не освободил Махараджу Парикшита от проклятия Брахмана, потому что это проклятие Брахмана входило в планы Кришны. Это было все по законам кармы, по законам судьбы, которые созданы самим же Кришной. Поэтому, помятуя о том, что нет худа без добра, нужно понимать, что какие-то иногда неприятные вещи, а они тоже нужны. Иногда Кришна устраивает маленькую беду, чтобы спасти нас от большой беды. Так Он тоже иногда устраивает. Вот, поэтому какие-то сложности, которые возникают иногда, даже в жизнях преданных и так далее, это нужно воспринимать не просто как какие-то случайности, не просто как какую-то карму, а как заботу Кришны. Что-то с кем-то где-то Кришна допустил, какие-то вещи происходят, какая-то беда, какие-то неприятности. И, кстати, нужно понимать, Кришна минимизирует проблемы, давая нам маленькие проблемы, чтобы в перспективе избрать больших проблем. Вот, поэтому это нужно видеть именно в таком свете, в свете духовного знания. Другой важный момент, который Шила Прабхупада в этом комментарии отмечает, это последовательность событий. То есть, говорится, что Махараджа Парикшит сумел оставить все материальное, имея привязанность к Кришне. И вот Прабхупада ссылается на вторую главу Бхагавадгиты, 59 стих, где Кришна говорит, что только увидев высшее живое существо, может оставить низшее. Парам дриштва, невартантея, парам, значит, высшее дриштва, увидев невартантея, может отказаться от всего низшего. То есть, есть определенная последовательность вещей. Сначала идет получение духовного опыта, обретение какого-то более высокого знания, это будет все парам дриштва, увидев какие-то хорошие, привлекательные духовные перспективы, живое существо может оставить низшее. Никак иначе. Прабхупада на этом моменте прямо делает акцент, он говорит, что пока живое существо не утвердится в этом понимании верховной личности Бога, оно не может оставить материальную природу, как бы оно там на своем уровне ума не пыталось от этого всего избавиться. Это невозможно. Только более высокий духовный опыт может перебить, перекрыть все материальные привязанности, никак иначе. Если мы думаем, что я сначала брошу материальную энергию, и потом привлекусь к Кришной, это и тактическая, и стратегическая ошибка. И поэтому Кришна говорит очень четко. Парам дриштва, сначала увидев выше, невартантея, откажешься от низшего. Никак иначе. Поэтому поставить, допустим, какие-нибудь правила, ограничения, регулирующие принципы выше духовной практики, это тактическая и стратегическая ошибка. И поэтому Шила Парупада сначала дал своим ученикам высший вкус, высшее знание, потом про принципы сказал. Никак иначе. Если бы они пришли на лекцию, он сказал, значит так, слушайте, ребята, вот такие у нас принципы регулирующие будут, да? То нельзя, это нельзя, это была бы первая и последняя лекция. Правильно? Потому что никто из тех молодых людей в Америке в 60-е годы не был готов всему этому следовать. И прекрасно, Парупада прекрасно все эти вещи понимал. Это была бы первая и последняя лекция. Если бы он с самого начала объявил, что тут у нас главное. Но Парупада так не сделал. Потому что он понимал принцип парамдриштва. Сначала нужно показать им высшее, дать им высший вкус. И поэтому он с ними пел, он рассказывал им о Кришне. У них стало появляться что-то такое интересное, какой-то новый опыт, которого не было раньше. Он кормил их просадом, хотя это было всего-навсего там какое-то яблочко порезанное на узкие дольки. И тем не менее, это было достаточно милости для того, чтобы дать хотя бы какой-то вот такой вот дегустационный фрагментик. Чуть-чуть показать вкус, что такое духовный мир, что такое духовная реальность. И через какое-то время Парупада увидел, что кто-то из них уже становится более-менее серьезным. Как-то вот начинает уже принимать духовную практику. Это и есть признак того, что человек что-то такое прочувствовал из духовной реальности. Иначе он не возьмется за это. Если вы пришли куда-нибудь в какой-нибудь ресторан, и вам там ужасно не понравилось, чем там кормят, и второй раз туда не пойдете. Но если вам понравилось, он может стать вашим любимым местом. Вы понимаете, здесь у людей есть понятие о вкусе, о чистоте и так далее. Все, это становится комфортным местом для вас. Вас как бы прикормили, вы начинаете туда ходить регулярно. То же самое, пока живое существо не почувствовало хотя бы какого-то маленького, небольшого духовного вкуса, хотя бы отблеска духовного вкуса, оно не будет повторять это все. Не, я разочарован, меня, как говорится, не трогает, не зацепило вообще, неинтересно. А те, кого зацепило, у кого хоть как-то что-то такое получилось, появилось, все, им хочется повторить, углубить, расширить, они говорят, здесь что-то есть. И они начинают в эту тему погружаться. Тогда они уже начинают брать в руки четкие, они уже начинают кланяться божествам, они уже начинают читать шастры, начинают в какие-то детали постепенно вникать. И так они входят в сферу духовной энергии. Но при этом их связь с материальным миром еще остается. Пока они одной ногой там, другой ногой здесь. Это определенный переходный период. И только когда живое существо полностью оценило Бога, это уровень ништха ручи, то есть когда уже анардхи все ушли, живое существо стало твердым, ништха, раз нет анардхи, значит уже из-за чего человек падает к ништха, потому что какие-то есть анардхи. Когда анардхи полностью ушли, тогда он больше не падает, то есть потому что анардхи уже нет, ничто больше его вниз не стягивает, все, он стал ништхой, и на этом уровне вкус проявляется. Все. Вот это точка невозврата. Хотя, конечно, в отдельных исключительных случаях бывает, что личности падают и с уровня Бхавы, и Премы, как примеры, допустим, Бхараты, который находился на уровне Бхавы, или Четракету, который находился на уровне Премы. Они оттуда тоже пали, но на короткое время. На короткое время. Бхарата в тело оленя, Четракету в тело этого демона, в ритросуры. Это все замысел. Тоже нужно было. Павупада объясняет в комментариях, для чего и как это все было нужно. Но в целом мы не берем какие-то исключительные случаи, мы берем общую картину, как это по науке, по духовной все происходит. И вот духовный вкус ручей означает, что живое существо полностью оценило духовную природу. Вот теперь этот вкус духовный полностью перебивает все материальные вкусы. До той поры человек следует, следует, следует всему там и так далее. Но пока в его сердце остается анардхи, он продолжает оставаться каништхой, то есть он регулярно падает. Какой-то материальный вкус по-прежнему привлекает. Но в чем секрет успеха? Или не то, что секрет, а в чем гарантия успеха? Гарантия духовного успеха в конце концов состоит в том, что духовная энергия по своему статусу выше, чем материальная. И поэтому даже если ее немного, но она по своему статусу выше, она в конце концов перебивает вкус к материальной энергии. Вот в этом и есть наша надежда. Вот в этом и содержится секрет нашего перспективного успеха. Что даже пусть духовной энергии в моей жизни не так много, человек занят, он работает, какие-то дела, он там отвлекается, может быть, у него редко получается прийти в храм, может быть, он не очень внимательно читает мантру, может, он нерегулярно слушает или читает книги и так далее. Но какие-то капельки духовной энергии попадают. И вот так чисто внешне в процентном соотношении их может быть немного. Если взять, допустим, 24 часа, сутки, да? И вот сутка, сколько человек времени проводит под влиянием материальной энергии, сколько под влиянием духовной энергии. Даже если вы очень хороший садхак, ну идеальный садхак, вы два часа внимательно повторяете мантру, вы час читаете книги, вы приходите в храм, ну сколько ваш садханов в совокупности займет? Ну 3, 4, ну 5 часов. Все равно это меньше, чем все остальные часы, правильно? Вы же не харяда садхакур, правильно? Вы же не можете 22 или 23 часа из 24 уделять духовной практике. Нет таких, да? Единицы может быть. Поэтому даже если вы очень-очень-очень-очень хороший садхак, идеальный садхак, понимаете, вы все делаете каждый день. В процентном соотношении все равно время, которое вы потратили на садхану, все равно несравненно меньше, чем время, которое мы проводим материальной энергии. Я знавал одного преданного, который, как он сам говорил, по 9 часов в день у него садно было. 9 часов, чемпион, я таких не видел, понимаете? Сколько он там читал, все делал, все церемонии, не пропускал ни одного пунктика. Все-все-все-все-все. Ну у него была такая деятельность, позволяла. То есть у него такой режим работы, что он мог себе такое позволить. Он там без семьи, все, один как бы, были условия, были условия, возможности, что он на это погружался. 9 часов садхана! И что такое 9 часов от 24? Ну это треть, чуть-чуть больше, чем треть, понимаете? Треть 8 часов. Ну у него там целый рабочий день отстоял у станка, да, садхана. Это всего лишь треть от суток, понимаете? Даже в самом идеальном состоянии человек. Все равно в материальной энергии мы проводим больше времени. Так в чем же успех? Успех в том, что духовная энергия, она выше по своей природе, чем материальная. Одна маленькая лампочка, маленькая лампочка может рассеять свет в большой комнате. Почему? А потому что свет, он обладает такой тенденцией, он выше. Понимаете? И поэтому он рассеивает тьму. Маленькая лампочка. Точно так же, даже капля, капля духовной энергии, она превосходит по силе воздействия материальную энергию. Понимаете? И вот в этом как раз и состоит секрет успеха в духовной жизни. Что даже если мы по капле, по капле, по капле добавляем Кришну в нашу жизнь, и мы говорим, мы такие заняты, нам некогда, столько всяких разных дел, да, материальная энергия вовлекает нас туда-сюда. И не так много времени остается на духовную практику. И может быть она даже не такого высокого качества, духовная практика. Все равно духовная энергия, обладая более высокой природой, с течением времени разрушает, 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 разрушает эту материальную жизнь. Так же, как вода. Она тоньше, допустим, какого-нибудь металла, но она съедает металл. Ржавчина, что там, коррозия, эрозия, то есть какие-то более тонкие элементы, они разрушают более грубые элементы. Все мы слышали, капля камень точит. Кап, 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 маленькая капля. В конце концов, если она в одно место капает, в этом камне дырка, понимаете? Наблюдаемый эффект. Более высокая природа. Вода обладает более высокой природой, чем элемент земли. Камень. Точно так же, духовная энергия обладает более высокой природой, чем материальная, и поэтому, даже если ее не так много в нашей жизни, она, в конце концов, все равно побеждает. Просто потому, что она выше. Вот поэтому, даже если мы начинаем свою духовную жизнь с каких-то таких скромных попыток, не так много этой духовности в нашей жизни, просто из-за вот этой вот превосходящей природы она побеждает. Парамдриштвани вартуте. То есть, увидев выше, живое существо отказывается от низшего. Но не так просто поверхностно увидев, а здесь имеется в виду именно вот это вот глубокое проникновение в духовную природу, что здесь Павлопада говорит. Из Бхагавадгиты мы узнаем природу энергии, стоящей выше материальной энергии. По милости истинного духовного учителя, подобного Шокадеве Гасами, вполне возможно узнать все о высшей энергии Господа, с помощью которой Он проявляет свое вечное имя, качество, игры, атрибуты и многообразие. Не постигнув до конца эту высшую, или иначе говоря, вечную энергию Господа, невозможно порвать с материальной энергией, сколько бы человек не занимался спекулятивными рассуждениями об истинной природе, абсолютно истинной. Здесь важно что? Павлопада говорит, что имя, форма, качество, деяние, атрибуты Верховного Господа, они все являются проводниками этой духовной энергии. Как мы входим в сферу духовной энергии? Вот благодаря тому, что форма, имя, качество, деяние, описание, все эти вещи, они являются проводниками. То есть мы получаем вход, доступ к этой сфере внутренней энергии через вот эти атрибуты. И поэтому Павлопада, основывая миссию в западном мире, вот эти вот основные каналы обозначил. Повторяйте Святое Имя, поклоняйтесь Божеству, читайте, изучайте книги, проповедуйте, предлагайте Кришне пищу, просад, принимайте ее сами, распространяйте другим. Почему? Потому что через эти процессы духовная энергия проникает в сферу материальной энергии. У вас есть плотная крыша какая-то, да, но если в этой крыше проделать дырку, луч солнца пробьется, да, или вода какая-нибудь затечет сверху, правильно? То есть какая-то более тонкая энергия, и вода, и свет, они выше, чем плотный элемент земли. И поэтому они находят себе свет, находят себе, вернее, вход через какие-то щели, через какие-то щелочки, дыры и так далее. Все это проникает регулярно. Более тонкая энергия проникает в сферу более грубой энергии. Если у вас на потолке мокрое место появилось, вы все понимаете. Более тонкая энергия проникла через более грубую. Метафизика работает. Точно так же живые существа находятся, их сознание находится в таком склепе внешней материальной энергии, которая создана образованием, общением, этими низшими гунами материальной природы. Живые существа полностью закрыты в этом состоянии. А кто такие преданные? Преданные это носители духовной энергии, которые ходят и протыкают вот эту черепицу, этот, как сказать, саркофаг, да? Вот это покрытие, под влиянием которого находятся обычные люди. То есть они дают им какой-то проблеск надежды, какой-то маленький опыт духовной энергии. И на какое-то мгновение глаза этого живого существа загораются. Да, какое-то что-то им такое сказали, что-то такое они услышали, почувствовали. Действительно какая-то связь духовная реальность у них появилась. Как в сумеречный пасмурный день иногда тучи на какое-то мгновение расходится, такой луч света яркий такой проявляется. Поэтому опять тучи раз, замкнулись, и опять света нет. То есть когда обычные люди сталкиваются с преданными, преданные что делают? Проповедуют, поют, просады распространяют, книги распространяют, духовное знание распространяют. То есть они фактически являются носителями духовной энергии. И когда обычные люди столкнулись с ними, если у них где-то там как-то в их карме есть хоть какая-то маленькая, не знаю, дырочка, трещинка и так далее, какая-то, так сказать, надежда, хоть какой-то там бхакти-сукрити, запас благочестия связанных с бхакти, раз, они приобретают духовный опыт. То есть фактически получается, что они уже чуть-чуть заразились, в хорошем смысле слова, этой духовной энергией. И опять же, потому что духовная энергия выше и сильнее материальной, даже ее каплей достаточно для того, чтобы она стала постепенно все это вот остальное разлагать, 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 разлагать. И в конце концов, от материальных привязанностей живого существа ничего не остается или остается мало. Настолько мало, что в принципе эти вещи мы уже можем контролировать. Поэтому Махараджа Парикшит по милости Кришны получил в качестве духовного учителя такую потрясающую личность, как Ваяцаки, сын Вьясы, Шукадевы Госвами, который, казалось бы, как будто бы случайно оказался тут рядом. По воле Кришны сводит живые существа, приводит учителя к ученику, вернее, и учителя к ученику, и ученика к учителю. В Бхагавадгите Кришна говорит, «Ишара сарарабутанам хридишарджуна тиштхатиш», то я нахожу сердце каждого, и я направляю скитание живых существ. Если люди встретились, какие-то, да, учители и ученик, это не случайное стечение обстоятельств, это Кришна направил учителя к ученику, а ученика к учителю. Как бы случайно Махараджа Парикшат пошел на берег Ганги, похоже, что у него не было вот такого. Ну, есть, как говорится, кула-гуру, семейный гуру, который от имени царя, там, все эти ритуалы, церемонии проводят, и так далее. Это одно. Формальный такой момент полагается, да, к шатрую иметь вот такого брахмана, семейного кула-гуру. Но это не всегда обязательно будет тот самый гуру, который обеспечит живому существу доступ в духовный мир. Таким гуру оказался, вот, Шукадава Гасами, последние семь дней жизни Махараджи Парикши, там, он появился, и никто не уполномочивал, Шукадава Гасами, стань гуру, там, и так далее. Это как бы по воле Бога так просто произошло. Тут никакого формализма. В пятой песне Бхагава там описывается ситуация, как Джадабхарата вообще человек не от мира сего, который вел себя как безумец, да, Кришна его сделал гуру без всяких предупреждений. Он просто заставил его нести паланкин царя, царю не понравилось, как он нес его паланкин, потому что он там переступал через всех муравьев, там, как-то обходил, то есть, как бы, неправильный был носильщикам. Ну, ты, значит, он его там сверху, вот этот, Рахугана из паланкина, ты такой сякой тут, значит, как несешь паланкин, там, негодяй, я тебя сейчас вообще тут в баране рок скручу, да, я царь, ты тут вообще непонятно кто. А тот так просто отвечает ему с позиции трансцендентной реализации, ну, сейчас ты царь, я никто, потом, может быть, все наоборот, сам понимаешь, карма меняется, к душе это вообще никакого отношения не имеет. У царя челюсть отвалилась, он говорит, ничего себе там, какая-то чернь, какой-то раб, паучай, да, и когда он понял, что, и причем этот, Рахугана сказал это с такой внутренней реализацией, с таким опытом, что царя, как говорится, пробило, вот, и он слез с этого паланкина и сделал поклон перед имбрагу. С того ни с сего, Джана Барата стал гуру. Никаких резолюций GBC, никаких одобрений, никаких голосований, Кришна так сделал, раз и все. Вот, и он принял его своим учителем и тот ему, значит, давал наставления, причем он не собирался ему давать наставления. Майтрея сидел себе в Ришикеше или в Хардоре, где там, никого не трогал, к нему приходит ведура и говорит, поучай меня, ни с того ни с сего Майтрея становится гуру, потому что Кришна того хочет. Кришна того хочет. И Майтрея был в некоторой растерянности сначала, он никаких лекций никогда не читал, понимаете, он не учился там, как это все. Просто к нему, он знал все эти вещи, но он не был каким-то раскрученным проповедником, у которого все там уже все презентации по файлам все разложено, это там, это здесь, он знает, что, когда, говорит, ничего этого не было. Это знание все было внутри. И он так подумал, но с чего начать-то? Видура пришел к нему и Видура ему подсказал третью песню, когда вот начни с этого, начни с творения, там и так далее. Ученик, учителю подсказал, с чего начать. Майтрея говорит, хорошо, начнем, и начинает рассказывать там про все эти, всю эту санхью, там и так далее. Так действует Кришна. И поэтому мы видим, что Махараджа Парикшит просто правильно жил, просто правильно жил, ну да, ошибку он какую-то совершил, не стоило этого Брахма на шеймике оскорблять, не стоило его вот так вот, какую-то там дохлую змею ему на шею вешать, все это, это все стало таким триггером, моментом, когда, так сказать, это вот проклятие, семя проклятия, которое вложено было в его, можно сказать, карму, в его гороскоп, оно стало прорастать, до какого-то момента этого не было, время пришло, хоп, и все. И теперь он попадает под проклятие сына этого Брахмана, шринги, и все. Он приговорен к смерти через семь дней. И так хорошо все было сделано, Кришна-Коловка все сделал через ребенка, ребенка аж не докажешь, правильно? Уже ребенок. Но отец его поругал, конечно, что ты сделал, ты проклял царя, вообще так нельзя, царь, защитник всех живых существ, ну, дело сделано. Дым в трубу не вернешь, все уже необратимо. И с этого шринги, с этого мальчика, как с гуся вода, он ребенок, ничего невозможно, ребенка невозможно наказать. Вот так Кришна ловко действует, что он и проклял парикши, это реализовал его карму, и тот, кто его проклял, ему ничего не было, потому что он ребенок. Вот. И тут же он привел к нему духовного учителя, который во все то, что знал Махараджа Парикши, что он не был новичком в духовной жизни, но тем не менее, все, что он знал, оно теперь из такого пассива вышло на первый план, и что годовое госсаме все это так вот мощно усилил, что за семь дней Махараджа Парикшит был практически полностью готов возвращаться обратно к Богу. И когда этот такшака появился и выпустил на него вот этот вот, как говорится, огонь весь свой, да, Махараджа Парикшит этого не почувствовал уже. Не то, что он там а-а-а, спасите там, пожарную команду, там, ничего этого не было. Он уже был полностью трансцендентным и вот этот огонь просто сжег его тело, а своим сознанием Махараджа Парикшит уже был в духовном мире. Таково совершенство жизни царя Парикшита. Харе Кришне. Вопросы какие-то есть? Харе Кришне, вот я услышала, что отказаться вот от материальных привязанностей получится только если получить вот это вот Парам Дрештва, вы сказали, да? И насколько я правильно поняла, это уровень ништва, да? Когда у нас духовный опыт появляется. Это или это не связанные вещи? Связанные, да, это связанные вещи, что полностью отказаться от материального существования, от материальных всех своих привычек и вкусов мы можем только тогда, когда мы полностью уже утвердились в духовном. То есть для того, чтобы начать духовную жизнь, мы можем попробовать капельку этого всего, чтобы начать. Но для того, чтобы полностью отказаться от материальной жизни, необходимо утвердиться в духовном. То есть я неоднократно приводил пример, что каждый день мы ходим по лестнице и только когда мы утвердились ногой на более высокой ступеньке, только тогда мы отрываем ногу от предыдущей ступеньки. Если вы на верхней не утвердились, а от нижней ступени оторвались, вы оступитесь и упадете на лестнице. Это просто закон развития. Вы утвердились, а утвердиться это называется нишдха. То есть вы твердо стоите, вы уверены, что все, ступенька вас держит. И только теперь, когда вы совершили некоторые усилия, подняли тело и поставили ногу на более высокую ступень, и уже перенесли туда центр тяжести. То есть уже большая часть вашего бытия уже там, понимаете? Потому что если вы просто поставили ногу на более высокую ступеньку, но центр тяжести у вас еще внизу, что будет? И вы попытаетесь оторвать ногу от этой нижней ступеньки, хотя центр тяжести еще там на прежней что будет? Вы упадете, понимаете? Поэтому не просто вы поставили ногу на более высокую ступень, а еще что? Перенесли центр тяжести туда. То есть это означает, что вы уже всем своим бытием уже там. И вот теперь эта нога, которая находится на более низкой ступеньке, она уже не может вас натотутить, потому что центр тяжести уже на другом, понимаете? Теперь вы легко ее отрываете и ставите на следующую ступень и опять переносите центр тяжести. А если вы с какими-то тяжелыми сумками идете наверх, топаете и не смогли перенести центр тяжести на более высокую ступень, вы упадете, понимаете? И такое происходит иногда. Поэтому то, что мы поставили ногу на более высокую ступень, как бы закинули удочку, что Кришна мы с тобой, это начало. Но теперь необходимо центр тяжести перенести туда. Это означает, что мы своими интересами постепенно должны переехать туда, понимаете? То есть большая часть своего бытия мы уже там. Вот тогда легко предыдущие все вопросы решаются, мы отрываем ногу от предыдущей ступени. А если я так просто гордо, демонстративно для селфи поставил свою ногу, смотрите, я с Кришной, я и Кришна, есть центр тяжести еще там внизу, это просто картинки. Спасибо, что пояснили. И вот тогда получается, чтобы утвердиться, перенести центр тяжести туда, правильно ли я понимаю, что вся наша задача, то есть процесс есть, в принципе все понятно, что делать, искать вот в этих ангах вкус, то есть что мне, ну как бы вот этот вот интерес развивать, делать то в сознании Кришны, что, ну как, мне по душе, что ли, по моей природе. Да, да, конечно, очень важно найти вкус в какой-то форме преданного служения, именно по этой причине их существует много. Допустим, если мы скажем, что преданное служение, это вот арча на поклонение Божеству, очень малый процент людей этим может серьезно заниматься, понимаете, люди с такой вот спокойной брахманической природой, потому что в строгом смысле слова один ачаман полчаса занимает, только ачаман, понимаете, если его полностью проводить, вот омовение, это то, что я там он кишевая на махат и капли это д-д-д-д-д- это все такой экспресс-метод, вот, а если проводить ачаман по всей форме, полчаса, только ачаман, это еще служение началось, и у кого столько времени есть, если только на ачаман полчаса, а там все эти пуджи и так далее, это вообще, так сказать, непонятно сколько времени, немало времени, мы говорим, вот, арча на поклонение божествам, это основа, все, и кто этим будет заниматься, плюс, у вас должна быть как минимум вторая инициация, мантра, дикция, гайатри, потому что без гайатри вы не можете заниматься по панчаратрикой, все, это элитный клуб, понимаете, поэтому в Калиюгу все выглядит не так, в Калиюгу преданное служение выглядит в форме воспевания святых имен, никакой квалификации, ничего, просто давай, правопады, даже собака может прыгать в киртане, никакой квалификации, потому что в Калиюгу вы не можете вот такую вот планку поставить, что вот Арчана там, значит, вот это вот наше единственное, а если вы возьмете, допустим, такую книгу, как Нектар преданности Рупа Гусаня, где он написывает основы науки преданного служения, вот, и там 64 процесса описаны, то из этих 64 процессов 44 связаны с поклонением божествам, 44, первые 10 это что нужно делать, там, принять гуру, там, то да, сё и так далее, вторые 10 то, чего нельзя делать, нельзя там совершать оскорбление, нельзя то, нельзя сё, нельзя принимать слишком много учеников, там, ну, в общем, всякие видхи-нишетхи, видхи-правила, что нужно делать, нишетхи, что не нужно делать, первые 20 это просто предварительные условия, это еще не само преданное служение, это просто предварительные условия, называется врата Бхакти, Только выполнив эти условия, мы входим в сферу бхакти, а там говорят, о, замечательно, божество, все, и 44 анги про поклонение божества. Как раз для Кали-юги, да, то, что надо. И поэтому мы знаем, что Рупагосами мы его ценим за то, что он основные принципы изложил. И для нас, может быть, даже эти первые 20, в каком-то смысле, даже где-то они и важнее, чем остальные 44. Потому что поклоняться божествам в Кали-югу, ну, кто может? Из тех последующих 44, там, допустим, воспевание тоже и так далее, но там воспевание с чем связано? Это как форма служения божествам, понимаете? Гита, Киртан, вы поете Киртан, вы поете песни, баджаны, для кого? Для божеств. То есть, опять же, привязка определенная существует. И это верно, это в идеале так оно все и выглядит. Но, простите, большая часть населения Кали-юги – это люди, для которых божества, но это вообще-то спорная тема. Они еще выросли в культуре, в христианстве так называемой, выросли, да, где там второй заповедью является «не створи себе кумира и не поклоняйся неким формам». Для них это божество – это вообще дало поклонство, понимаете? Если вы это провозгласите в качестве основного, так сказать, процесса, желаем успеха в вашем безнадежном предприятии. То есть, совершенно очевидно, что никто этим заниматься не будет. То есть, мы видим, что в действительности поклоняются божествам не так, по-серьезному поклоняются не так много людей, уже как-то, так сказать, для которых это природа, да. Поэтому нужно найти вкус в том, в чем есть. Кому-то нравится книжки читать, говорить и так далее, кому-то кто-то там, для него кухня – это вообще святое место, все, что с просадом связано и так далее. То есть, тут уже возможны разные варианты, понимаете? Вот, и каждый может найти какой-то свой вкус, какая-то анга преданного служения. Кому-то нравится молитву возносить, все, пожалуйста, в анденном. А кто-то, большинство людей, господи, хотя бы к шраванам вкус был. Самый пассивный процесс – просто слушай. Ничего не можешь, ничего не можешь, да? Весь криворукий, не готовить не можешь, ни то, ни сё, ни другое, ни третье. Слушать можешь? Могу. Вот, сиди и слушай, понимаете? И как раз по Рикшет – это кто такой? Тот, кто достиг совершенства при помощи процесса слушания. Ничего не делал, понимаете? Сидел на берегу Ганги и просто слушал, понимаете? Нравится слушать? Слава тебе, господи, хоть в этом, так сказать, хоть что-то есть, да? Значит, есть какие-то шансы, понимаете? Все. Спасибо. Получается, чтобы спонтанно соблюдать четыре принципа, да? Что-что? Чтобы спонтанно соблюдать четыре принципа. Спонтанно соблюдать четыре принципа? Это как спонтанно? Ну, как образ жизни, да? То есть, чтобы не было уже никакого влечения, да? Ну, допустим, к материальным всяким там удовольствиям. Это надо находиться уже на уровне нишки, да? Получить какой-то возвышенный такой вкус, чтобы уже к нему стремиться, и это не привлекало. Я немного не понял. То есть, что значит спонтанно следовать регулирующим принципам и получить какой-то там спонтанный вкус? Нет. Ну вот, чтобы соблюдать четыре принципа, да? Чтобы соблюдать четыре принципа, четыре принципа регулируют наши отношения с материальной природой, правильно? Вот. И для того, чтобы у нас была сила им следовать, и не просто сила, а и желание, для этого должен быть более высокий вкус. Для того, чтобы следовать, чтобы у нас была сила следовать регулирующим принципам, для этого достаточно гун и благости. Гун и благости достаточно, чтобы была просто сила следовать. Но чтобы был вкус и желание, для этого мало гун и благости. Для этого нужна уже влияние вот этой вот духовной энергии, понимаете? Благостный человек может без труда следовать этим принципам. Но это еще не значит, что у него есть вкус к духовной реальности. А уже вот этот высший вкус, параамдришство, это уже то, что превосходит дежигуну благости. Вот именно, чтобы мы должны получить вот этот высший вкус, прежде чем давать обязательства, что мы будем соблюдать эти четыре принципа. Конечно, конечно, конечно. Ну, как правило, чтобы получить такой высший вкус, это как бы не простое дело, да? Это надо прожить как бы много лет, возможно, жизни, и это стремление очень такое должно быть. И даются вот эти обязательства, да? Ну, бытует такое мнение, что на самом деле, ну, как бы многие, да, отклоняются. Ну, это как служит, как это, целью, да? Что в конечном итоге я этого добьюсь рано или поздно, да? Что я буду, когда появится вкус, я буду соблюдать строго эти четыре принципа. Все процессы проходят определенные стадии. Начальные, срединные, высшие. Вот, и поэтому тот же Вишванатха Чакраварти и Дхакур, допустим, Урупа Гасаи мы читаем. Вот преданные уровни. Каништха новичок, Ништха, Матьяма средний, да, Уттама. Вот, а Вишванат Чакраварти идет немного дальше в этом анализе, и он говорит, что коништхи бывают разные. Каништха, 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 Матьяма, Уттама, Каништха. Каништха высшего типа, самый качественный, Каништха. Матьяма, Каништха, начинающий Матьяма, средний, Матьяма, Матьяма, Уттама, Матьяма. И Уттама может быть Каништхой. Каништха, Уттама, начальный этап, этап Уттама. Матьяма, Уттама, Уттама, Уттама. То есть это означает, что встав на путь и поняв в целом систему, теперь еще нужно понять, что есть более тонкие градации, градуировки, как хотите назовите, ступени, подступени. И поэтому для начального этапа человек загорелся, вдохновился, и может быть он там полгода чему-то следует, во времена Прабхупады этого было достаточно для первой инициации, потому что Прабхупада смотрел на часы, времени нет, времени нет, ему уже за 70 лет было, какие там большие планы может стоить человек в 70 лет. Понятно, что ему нужно огромную миссию за короткий срок какой-то, да? И поэтому он закрывал глаза на какие-то там недостатки, дефекты, ему нужно было как можно больше людей, хоть с каким-то энтузиазмом, чтобы все это распространить, понимаете? И он прекрасно понимал, что распространение это всего лишь первый этап, потом это нужно принять, освоить, осмыслить и так далее. Вот в те времена серьезно книги мало кто прочитал, понимаете? Их в основном распространяли, некогда было. Это было первое поколение миссия вширь, вширь, вширь. Это мы уже такие читаем, а что имелось в виду, а почему это вышли Прабхупады, такие вопросы не задавали. А некогда было, никому в голову это не приходило, потому что миссия другая была, вширь, 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 бери больше, кидай дальше, больше, 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 вширь, 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 понимаете? А вот теперь уже мы собираем плоды, начинаем тут соображать. Бхакти-шастри, бхакти-вайбхава, бхакти-веданта. В те времена это невиданные, неслыханные вещи. Ну как, слыханные, но нереализованные. Пример ситуации. Человек какой-то зашел с улицы, вот я слышал, что вы даете посвящение. А я могу получить посвящение? Прабхупад говорит, можете, ответьте на два вопроса. Вопрос первый, кто такой Кришна? Он говорит, Кришна это Бог. Вопрос второй, а кто такой вы? А я его слуга. Отлично, вы можете получить посвящение. Джай. Нынешняя рекомендательная система, наверное, за сердце схватилась бы, да, когда рекомендуют там на инициацию. А во времена правупады это так было, понимаете? А другого варианта не было. Поэтому есть градации, есть градации. Да, мы приняли духовную жизнь, мы вошли в нее немножко глубже, мы погрузились в нее, мы уже, так сказать, серьезно не просто ногу поставили на ступеньку, а уже, так сказать, в зарядной степени перенесли вес туда, да, центр тяжести. И это все этапы. То есть, если вот разложить этот процесс, как вот вы идете, да, и как вот вы с одной ступенью на другой, если вот на градации разложить, да, все, это один просто, один ваш шаг. И вы увидите вот эти вот постепенные этапы, переносы центра тяжести, там, поднятия ноги, все. Вот то же самое мы должны понимать в духовной жизни. Это такие тонкие, постепенные переходные этапы. Для простоты мы говорим, так, 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 встань на высшую ступеньку, но в действительности мы понимаем, это не совсем так. Многие люди поставили ногу на более высокую ступеньку, но многие назад откатились. Почему? Потому что они перешли полностью в ту сферу, понимаете? Центр тяжести не был перенесен. Есть такие случаи? Да миллион, понимаете? То есть, поэтому, кроме общих вещей, давай, там, двигайся к более высокому, существует масса интересных деталей промежуточных. И они становятся понятными только в процессе опыта, никак иначе. На каких-то презентациях мы этого, естественно, говорить не будем. Зачем новых людей путать всеми этими деталями? Мы говорим самые общие вещи, принципиальные. Бог, душа, мы, слуги, все, давайте, все, этого достаточно. Все остальное, эти все детальки тонкие, если они искренние, они постепенно сами начнут эти вещи проходить, понимать там, или, допустим, кто-то ему это будет объяснять, они это будут принимать. На начальном этапе, ну, какой смысл такой детализации, понимаете? На начальном этапе просто общие вещи нужно усвоить хотя бы. А потом уже, да, разные уровни будут, и эти уровни, чем больше мы в Кришне, тем меньше мы в Майе. Вот это все понятно. Но вот эти вот этапы, их человек проходит естественным образом. Под влиянием гоны страсти и попытки форсажа. Тут они бесполезные. Попытки форсажа. Вот, то есть проскочить, просто закрыть глаза, да, на эту материальную природу, сохраняя внутри материальные желания, сказать, а-а-а, все, Кришна, быстрее, 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 пробежать мимо этой Майи. Ничего не выйдет. Эти желания должны быть либо сожжены огнем трансцендентного знания, либо, что менее приятно, но чаще всего более реально, отжиты в практической жизни. И к Кришне можем прийти не бегом, а придя к Нему с чистым сердцем, понимаете? А люди-то в основном в гоне страсти. О, это материальная природа, надо все игнорировать, все себе подавить, все вот зажать, все вот до смерти, в момент смерти, все, я пойду к Кришне, меня преданы, благословят, а то, что там у меня материальные желания, дай как-нибудь проскочим. Не проскочим, понимаете? Это потому, что это и есть вот эти вот этапы отживания всех этих вот тонких вещей. Иначе никак, понимаете? Можно спросить? Ну, а вот Кришна заделал Арджуну как стрелка. То есть, вот это навык используется. Что-что, Кришна? Задействовал Арджуну как стрелка. Задействовал Арджуну как стрелка. То есть, он стрелок, его навык такой, как бы. И он действует по указанию Кришны. Он стреляет. Вот вы рассказывали про Садхаку, да, который там занимается прямыми методами преданного служения. Потом он соприкасается с материальным миром. И это уже, как бы, непреданное служение. Но у нас вот тоже есть навыки, да, какие-то... Вот у Арджуны он стрелок, да, допустим. У нас тоже материальные навыки в их гонокарме. Часто многие духовные учителя говорят, что это тоже нужно задействовать в сознании Кришны, в свою природу, потому что следовать по-другому тяжелому пути опасно. И вот выходя, ну, когда мы уже соприкасаемся материальной энергией, нужно плоды зарабатывать, поддерживать там, собственность, которую нам дал Кришна, тело и так далее. То есть, мы, ну что, не можем заниматься преданным служением? Мы же видим, что там, ну, как священные писания там, как люди обусловлены, что какие у них там. Ну, мы видим обусловленных людей через священные писания. Разве, ну, мы не можем... Можем и должны. Можем и должны. Да, Арджуна был стрелком. Мы не стрелки. Мы можем какими-то другими специальностями обладать. Вот. Но если мы видим, что нас в это положение поставил Кришна, то мы плоды своей деятельности или саму деятельность предлагаем Кришне. Все это в духе стиха 9.27. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни предлагал, ни отдавал, через какую баскезу ни проходил, делай-ка подношение мне. Так ты постепенно избавишься от всех привязанностей этого материального мира. Тут стихи 27-28. Градация вот такая постепенная. Вот. Поэтому, да, я приводил пример садданы. Саддана вот это вот. Это прямые, прямые формы связи с Кришной. Прямые. Когда мы занимаемся своей профессиональной деятельностью или там какими-то бытовыми делами, это соприкосновение с материальной энергией. И поэтому, если мы это связываем с Кришной, это обладает статусом косвенного служения. Но косвенное служение это лучше, чем никакого служения. Вот. Поэтому есть время, когда мы занимаемся прямыми контакциями с Кришной. Воспевая святое имя Кришны. Я не должен думать ни о чем, кроме Кришны. Это вот прямые анги, да? Вот. А потом, я смотрю на часы, так пришло время идти на работу, там что-то еще. Вот. И теперь я понимаю, что это материальная природа. Я не должен воспринимать ее просто как враждебную. Я воспринимаю ее как тоже энергию Кришны. И Кришна меня поставил в какое-то положение в этой материальной природе. Дал мне какую-то квалификацию, какие-то навыки. Теперь я их использую. Все. Кришна говорит, делай это как подношение мне. Это не так нас быстро очищает, как распевание святого имени, но это позволяет нам понять, что Кришна все проникающие, Он везде. И вот об этом как раз вот стихи 45, 46, 47, 48, 18 главы Бога Вадгиты, где Кришна сначала описал 4 варны, их обязанности, а потом как человек может достичь совершенства, занимаясь этой деятельностью 4 варнах и посвящая ее Кришне. Но это косвенная форма преданного служения. Не прямая, потому что она идет через материальную энергию. И нам нужно и то, и другое. Прямая практика для того, чтобы какой-то вкус почувствовать, а вот эта практика косвенная нужна для того, чтобы постепенно мы чувствовали, как вот Кришна меня со всех сторон опекает, в том числе через материальную энергию. Он поставил меня в какое-то определенное место, где я, не знаю, просто там шлагбаум подымаю и опускаю. Вот такая тупая, допустим, деятельность у человека. Но если Кришна поставил его на это место, значит, он так это воспринимает. Это нужно для чего-то. Это как социальное служение. Понимаете? Давайте. Спасибо. Последний вопрос. У вас был, Монро? Нет, вот, вот, вот. Частично ответили. Харик Кришна. Все-таки вот проживая вот эти желания, да, кармические, вот, и как все-таки сделать так, чтобы... И, конечно же, это не всегда просто. Проживать кармические желания? Да, да, да. То есть не проживать, отживать их. Отживать. Отживать их, да. Как все-таки сделать, чтобы это было в каком-то, что ли, в балансе, да. От чего это зависит? Или какой правильный вопрос? В балансе. С чем? В балансе с какой-то... С практикой, с духовной практикой. Чтобы это было в балансе с духовной практикой, отживать свои материальные желания, это должно находиться в пределах дхармы. Вот, то есть, дхарма – это основополагающий принцип материального бытия. Вот, и мы знаем, что дхарма – это начало, потом идут какие-то материальные плоды, артха, потом мы этими плодами наслаждаемся, это кама. И поскольку эти плоды, в конце концов, не могут удовлетворить душу, но мы хотя бы желание свое осуществили, мы идем дальше к мокше. Вот эта вот цепочка, да, чатурварга, четыре ступени. Вот, и поэтому у нас есть какие-то материальные желания, кама – это не является проблемой. Все, что нужно, это отживать все эти желания в рамках дхармы. Если дхарма является основой, если мы пытаемся эти желания осуществить, игнорируя дхарму, мы следуем ад-дхарме, и тогда это не приведет к мокше. То есть, понимаете? Вот, допустим, тот же Махараджа Яти, он воплощение всех этих материальных желаний, да, все, там, столько всего у него хотелось, и мы… Вот, но в конце концов, он достиг свободы от всего этого. Почему? Потому что он осуществлял свои материальные желания в рамках дхармы, понимаете? Вот и все. Поэтому кама – это одна из задач жизни. Игнорировать ее не удастся никому, но пройти через нее можно только, если мы стоим на основе дхармы. Все, тогда да. А так нет. Симат Бхагаватам Ки Джая Шила Праупада Ки Джая. Харик.